привет мои хорошие привет мои дорогие сегодня влог и он будет длиться наверное спа не вот сегодня понедельник утро сейчас но так под обед ближе дело сейчас буду маленького укладывать он будет понедельник вторник среда и четверг скорее всего в общем я жду одного человечка в гости и в этом влоге покажу вам покупки продуктовые естественно эти покупки скорее но в основном будут приурочены именно к приезду потому что мне нужно будет стал накрыть и и вот именно к столу я уже продумала меню которое буду делать меню будет простое но более или менее такое до простой не как несколько рецептов есть у меня уже подробных на канале будет финская немножко кухня там в общем в салатик бутерброды в общем в основном это будет все очень легкая потому что эта неделя немножко у загруженная мне нужно будет и к врачам несколько раз эти и вообще по дому тут кое-что нужно мне сделать но именно весенние такие планы у меня то есть ну по-любому мне это нужно делать откладывать я уже не могу но будет этот влог в общем-то поэтому он и будет растянут на несколько дней в конце наверное этого влога вы увидите кто же ко мне приедет и покажу в этом логе продуктовой покупки и конечно же это будет еще такой влог приготовления еды на стол то есть такой более или менее праздничный стол для встречи гостей скажем так вот я решила что сильно при много всего наготавливать так вот уж не буду потому что у нас тут в планах много чего интересного много в планах приготовить именно финского тут уже на месте все поэтому много чего готовить не буду и в общем что буду готовить сейчас до к приезду на то что на стол накрыть поставить вы все увидите я все буду говорить все вам рассказывать единственное буду делать завтра получается вторник я буду делать торт ну не завтра послезавтра наверно торт на завтра я буду выпекать корж и бисквитный корж завтра но я показать наверное не буду как я буду это выпекать потому что завтра у нас вечером тоже еще свои кое-какие планы кое-куда мы поедем то есть у нас тут своя такая еще история поэтому вечером я корж испеку я просто наверно вам покажу что вот начала наверно печь корж либо вот получилось и ну в общем там посмотрю как у меня пойдет а уже когда я буду собирать торт буду делать прослойку торта и украшения потому что там такой классный торт девчонки будет я буду снимать прям отдельным роликом то есть и этот потом ролик меня на очень постараюсь хотя бы за несколько дней до нашей православной пасхи выложат на канал может быть это как для кого-то будет как идея если вам например надоели куличи и булки все стану именно пасхальный классный торт сделать это такая шикарная идея это я посмотрела у финнов честно эта идея если зала финна влог наверное будет длинный но это будет влог на этот флаг для тех кто любит во первых мои влоги во вторых готовка вот это вот все я надеюсь что вы очень со мной интересно классно проведете время все девчонки дорогие мои я прекращаю болтать сейчас укачаю ушатаю своего киндера он немножко поспит а потом погуляем с ним вечером съездим магазин покажу покупки и завтра уже я покажу что буду готовить то что завтра будет корж и послезавтра в среду и в четверг это уже прям два таких дня именно вот и готовки на стол там не знаю бутербродики все остальное в общем приглашаю вас конечно же к просмотру если вы такие темы девочки покажу покупки сейчас это покупки как раз перед приездом одной гости и так скоро вы об этом узнаете кто же ко мне приедет купила вот такую тарелку давно нечто подобное искала и тут вот в новой коллекции появилась мне очень понравилось смотрите какие здесь края сама вот простая белая так маленький плакал и вот так вот ножка выглядит тоже рифленая красивая классно стоит я планирую приготовить торт к пасхе обалденный он очень будет классно выглядеть и украшение для этого торта будет ну вот очень легко сделать и я думаю конечно же расположить тортик сюда как видите пыль ну и конечно же мыть нужно дальше купили лаваши вот обычные вот эти вот неплохие также подгузники но это неинтересно и тут много всякой всячины значит смотрите вот это тоже мы купили для приезда для гостей для наших вкусно очень колбаска в лидоле вот эти два тортика тирамису друг опять мишин попросил у которого нет лидола в городе именно два штуки он скоро поедет домой хочет домой отвезти эти два тортика дальше смотрите я купила моцарелла ну тут вот салатики может пиццу еще что-то сделаем и много всяких для ребеночка а для супа купила еще сыр такой солнышко что такое и всякие вот эти сладости я купила для конкурса вот то что здесь много-много всего ну это что ты делаешь сладости вот это все под и еще в другом пакетике тоже смотрите тоже тоже здесь много всяких сладостей шоколадочек вот эти вот для тортика я купила для украшения взяла 4 штуки но я не знаю сколько на торт пойдет и киндеры сюрпризы как так как это торт пасхальный тоже мне нужны будут шоколадные яйца я взяла киндеры так что вот это я до приезда гости приготовлю 2 скорее всего 2 подарка для розыгрыша потом мы с вами в мае сделаем розыгрыша и она отправит что это такое что происходит с моим сыном улыбается это видит нужно и она потом два вот этих подарка отправит я еще не решила точно какие но вот но будет время девчонки я потом конечно же все засниму и покажу здесь уже конечно большинство покупок именно вот для готовки на стол чтобы гостью нашу встретить это вот просто купили кушать миша себе такую вот лимонную взял творожную массу очень вкусно а я себе ну вы поняли что ягодка вижу что в адаме этого дома на финском забыла как на русском взяли натуральную не натуральную био капусту для салатика говядину по-фински буду готовить перец как-то миша на работу себе это тоже на работу ему домой для бутербродов на работу такой булетик это домой какая-то новиночка думаю что как раз эту смесью можно щаском перекусить пачку сливочного масла взяли закончилась дома также домой ржаной хлебушек пачку макарон я такие брала как-то мне понравилось также взяла говядину кусочек очень красиво смотрите как раз таки для рецепта что говядина по-фински томатов много взяла нужно будет на салат и закуску буду делать пикантные помидоры дальше взяла уксус мне нужно для готовки потому что мой практически закончится и еще как раз трубы хочу прочистить яйца большая упаковочка и еще одна потому что я еще торт подготовить также миша взял мороженое вот такое вот тоже с лимончиком молоко молоко кисель финские с черникой сметана упаковочка сливки все эти сливки взяла для выпечки так что вот такая закупочка была еще есть кое-что по мелочам нужно купить но этого мы уже будем докупать я думаю завтра наверное не раньше все таки все сейчас буду это раскладывать сегодня готовлю на кухне отделила белки белки от желтков к нам приезжает гости 1 попозже скажу кто это вторник у нас сегодня и я буду выпекать корж бисквитный корж я хотел девочки заснять сделать рецепт на просто делал всяких очень много сегодня еще маленького нужно полностью купать это в общем долгая песня поэтому я нет не буду пока корж точно снимать не буду а украшение торта обязательно сниму потому что торт получается классный именно пасхальный и постараюсь когда вот на следующей тогда неделе уже перед нашей православной пасхой я постараюсь выложить рецепт на канал а вот на этой неделе будет финская пасха лютеранская и получается что немножко мы не лютеране но отметим как бы пасху это ладно это все отступление это все вода скажем так так что давайте буду в общем показывать сегодня покажу как ну не буду показывать когда-то уль бисквит то что я планирую вообще сделать на канал это видео отдельно подробно что это мой самый любимый бисквит он получается пышный вкусные поэтому будет такой ролик только попозже в другой раз когда я буду временем располагать так что вот начинаю готовить бисквит покажу в итоге какой у меня получится и уже завтра послезавтра я тоже покажу что буду готовить в общем такой как бы футбук что ли хотя наверное это будет неверное название но посмотрим будет такой именно влог готовки вчера значит я в девчонки вам показала что делаю бисквит в итоге я сделал целых два бисквита потому что вот смотрите какие красавцы нижний он у меня получился светлая я забыла что мне для этого тортика нужен именно был шоколадный поэтому мне пришлось второй раз делать шоколадный кажется там маленький нюансик что забыла добавить какао но для украшения то и очень важно именно должен быть бисквит коричневый поэтому делала два миша сказал ничего страшного не переживай я из этого вот нижнего светлого сделаю пирожное картошка так что вот мы уже так несколько раз делали кстати из бисквита очень вкусные такие пирожные получается вкуснее чем даже из печенья но из печенья быстрее потому что не нужно бисквит выпекать тут в общем уже смотрите выбирайте сами вот немножко до ночи он меня постоял уши так и сейчас схожу в магазинку что нужно докупить заодно с маленьким погуляем пока вот так вот обратно все положу а потом конечно вечером буду продолжать готовить покажу конечно же что готовлю я не будут некоторые рецепты которые есть у меня на канале я тогда наверное подробно показать и рассказывать не буду а просто ссылочки оставлю внизу под этим роликом девочки быстренько покажу очередные покупочки так значит я купила рыбу копченую вот она здесь лежит девчонки времени очень много вот я думаю вы видите да копченая финская ладно давайте достану ой вот такая она огромнейшая да дальше я купила два букета тюльпанов но потому что же очень я давно хочу тюльпаны вот недели как две все но и что хочу хочу тюльпаны и вот и только сейчас руки дошли миша вчера вот такой хлебушек домой купил здесь стоит грязная посуда я ее оставила сюда мне обращать внимание потому что вот здесь пригорело и нужно сильно действующим средством ее помыть вчера мне на это времени не хватило на свежий салат купила лук такая это миша молодец не выпил витамины они здесь лежат под грязным рукам нужно наверно их выбросить дальше пачка печенья это на украшение торта авокадо это вообще на кушать ты не обязательно к приезду гостей это просто кушать потому что очень люблю авокадо девчонки реально полюбила авокадо лук там еще детское питание конечно же но быстренько вам покажу на питание уже не буду отвлекаться это сливки для торта это сливки для приготовления лохи кейтон и это сливки для приготовления рыбки и даже можно и что нибудь другой не обязательно вот прямо то знаете как по закону использовать именно для рыбки там осталось детское питание то есть очередные даку пончики единственное да до покупки нет такого да нет такого сто процентов нет такого слова в русском но вы поняли очередные покупочки к приезду гостям несомненно потому что это же вот вот эти все штуки тоже их торт это на помидоры пикантные хотела с утра сделать помидоры но не получилось потому что не было лука да да я молодец и забыла купить лук сейчас быстренько все это раскладываю кормлю кореньку и потом уже начинаю заниматься готовкой и вот начинаю готовить значит первое что буду делать это помидоры пикантные если наверное вы уже увидели лук и томаты вы уже наверное поняли те кто меня смотрит давно вы знаете что я очень люблю этот рецепт и каждый раз ну не то что каждый раз но очень часто его готовили потому что действительно вроде бы как ну скажем так простой салат да но при этом он очень вкусно оригинальный вообще ну классный на стол он просто вот замечательно подходит я девчонки объяснять подробно не буду как и что потому что мне есть подробные рецепты и я под этим влогом вам оставлю сейчас займусь чесноком очищать буду лук помидоры вымола еще вчера они уже высохли и здесь начала готовить маринад так что видео меня коленька приврал так что извините все я занимаюсь помидорами пикантными ссылочку оставлю внизу потому что у меня в последнее время много новых зрителей и когда ушел контейнера моете будут заполнены я вам покажу результат на крики сыночка не обращайте внимание ребенок маленький ребенок что поделать рот ему закрыть никак не могу чтобы было тихо ну а ну может и хорошо потому что я слышу что он балуется что все в порядке потому что сейчас он на данный момент лежит в кроватке хотя может быть сейчас карусельку сюда его перей в качельке вернее перенесу чтобы он был рядышком все дорогие мои помидоры пикантные готовы сделала два таких вот как-то скажу не лотка как это называется два контейнера вот сделала два контейнера делала очень-очень быстро потому что коленька рядом со мной начинает вот слышать и зевает спадки хочет поэтому сейчас все это быстро быстро закрываю и отправляю холодильник до завтрашнего дня все будет мариноваться это вообще буквально обычно такой салатик может быть готов через два часа его можно уже кушать это получается очень вкусно но так как он будет мариноваться целые сутки это будет такая вкуснятина сейчас на кухне такой девчонки роман стоит я не могу вам просто передать словами я жду не дождусь завтрашнего дня чтобы сесть за стол и чтобы все это съесть потому что это такая вкуснятина если не готовили всем советую приготовить можно и под шашлык тоже делать то есть к мясу подавать вообще будет шикарно то есть это такой очень универсальный рецепт и просто на стол и плюс к мясу на шашлык и к сосискам то есть кто что любит действительно это классный классный можно сказать салат на вообще я считаю что это такая закуска не салат все-таки сейчас все это буду убирать у меня остались помидорки помидорки все выложу в тарелочку пока пускай не буду стоять в тарелочке конечно же в холодильник их убирать не буду если кто не знал то помидоры нужно хранить при комнатной температуре так они лучше сохраняются конечно может быть не дольше но так они вкус свой сохраняет вообще это более правильно нежели чем холодильнике все быстренько все убираю иду коленьку укладывать и потом дальше продолжу готовить все маленький спит мой у меня есть немножко времени начинают готовить говядину по-фински этот рецепт также девчонки есть на канале поэтому все пропорции все что нужно вы в том рецепте найдете ссылочка также будет внизу здесь состоится гварда я налила туда уже маслом сейчас порежу говядину такими достаточно небольшими кусочками и начну обжаривать примерно девчонки вот такими кусочками вот эти кусочек говядины очень хорошие мне прям нравится и прикладываю с поворотом и как уже сказала заранее просто решила показать какими кусочками нарезаю дальше буду обжаривать после того как все мясо порежу пока обжаривается мясо я буду конечно же заниматься перцем у меня красный зеленый желтый то есть у меня в общем то вся порция умножена на три смысле порция от моего того рецепта поэтому сейчас буду нарезать вот такие вот буду брать и вдоль нарезать пластинками что ли такими до тонками наверно так это будет правильнее сказать и конечно же параллельно буду помешивать мясо налила масло мало поэтому мне нужно помешивать и смотреть но если будет недостаточно то долить такой вот масло арабской использую так тут конечно как всегда еще и водичка есть но это принципе финское мясо так что без комментариев но сейчас водичка выйдет я ее солью и дальше буду обжаривать всего перец видите нарезаю в процессе еще есть нужно зарезать еще три таких также разноцветных половинки вот таким вот образом в общем-то буду нарезать такой аромат стоит слушайте перец наверно очень вкусно то что действительно ароматный хотя странно даже что после зимы такой ароматный прям редко именно по аромату такой перец здесь у меня где попытается мясо обжарилась буду добавлять белый перец по вкусу и соль также по вкусу все перемешали дальше буду добавлять перец и все вместе обжаривать овощи мясо обжарила теперь добавляю сливки все добавлю сливки хорошо перемешаю закрываю крышку и на маленьком огне в моем случае не электрическая плита значит ставлю где-то двойку-тройку на маленьком режиме буду ну как бы тушить немножко некоторое время минут 20 чтобы мясо стало мягким все она протушится и остужу и уберу в холодильник до завтра сейчас я буду готовить творожную начинку девчонки я подробно рецепт показывать не буду потому что это будет долго и у меня в планах опять же тоже сделать подробно рецепт этой начинки потому что она очень классная и и часто готовлю и многим она нравится у меня в принципе все мои родные оценили эту начинку и также я на работу делала торт в когда училась приносила до в наш класс торт в общем все 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 национальности какие у нас там были на работе тоже финна очень оценили спрашивали рецепт сказали юлинка очень вкусно поэтому конечно будет будет обязательно именно видео рецепт в хорошем качестве подробно коротко и быстро после того как залью начинку сверху укладываю вторую часть коржа потому что до этого я кожу разрезала на две части пускай это немножко постоит в это время я займусь кремом именно шоколадным который будет сверху нагреваю сливки сливки добавляю столовую ложку сливочного масла также когда это все растает я сюда буду добавлять плитку шоколада который предварительно мелкими кусочками поломала и теперь всю эту массу нужно довести мне до растворения все масса у меня растворилась теперь поливаю наш тортик как вы видите я уже форму убрала у меня остался обычный тортик сначала буду наливать на края чтобы она и стекло по идее должно красиво стечь я надеюсь это так и получится а потом уже в центре буду наливать мой такой небольшой кремик да как вы видите не очень удачно у меня получается я не знаю может быть крем какой-то не такой в общем в рецепте он должен выглядеть по-другому ну ладно посмотрим что же будет в конце пока крем еще жидкий не застыл потому что это такой шоколадный крем он должен по идее застыть я начну быстренько укладывать буду смотреть как это было у меня в рецепте может быть где-то с импровизирует тут уже посмотрю по обстоятельствам в общем финальный результат вы конечно же увидите так ну вот девочки это тортик мой уже на второй день после того как я его приготовила немножко конечно но и у меня не получился вы знаете я даже рада что когда я его делала все-таки не снимала отдельном видео потому что я решила не отступать от своего принципа то есть я никогда на канал не выкладываю ролики с видео рецептами которые мне не нравятся и которые я еще не пробовала вот и здесь я решила сделать то же самое потому что я хотела снимать но передумала потому что я это украшение не делала для меня это эксперимент в принципе творожная начинка и бисквит это я делала это я знаю как это все по вкусу но не делала вот этот шоколад и этот шоколад делала именно по финскому рецепту украшение тоже из финского рецепта но финском рецепте вот этот шоколад он выглядит по-другому хотя я купила точно такие же продукты как мне предлагал журнал в котором я вычитываю этот рецепт сделала все то же самое что мне предлагал журнал в итоге как вы видите шоколад не получился по идее он должен быть вот такой вот белый вот все будет должно здесь в этом белом шоколаде он слегка должен стекать они так вот стечь и можно сказать как бы повредив творожную массу то есть тогда быть не должно и я вот все-таки перед самым приготовлением торта я решила не делать именно отдельный видеорецепт не ставить камеру и все такое то есть я взяла маленький штатив который недавно совсем приобрела и вот просто для вас именно для влога в котором готовлю но вы знаете в целом все-таки неплохо он получился но он получился не такой какой он должен быть все-таки во мне живет наверное в плане кулинарии перфекционист и поэтому я такой рецепт не посмела бы выложить на канал ну вот именно как видеоролик чтобы делиться с вами каким-то рецептом чтобы вам его советовать то есть в моей голове и вообще он получился не такой как журнале вот и все девчонки ладно это не важно в принципе я думаю что он будет вкусный и вот смотрите хочу обратить все таки внимание но я мельком показывала да как я это все укладывала но в итоге вот так вот это все выглядит мне кажется очень очень даже неплохо может быть вот эти вот палочки чуть поменьше сделать хотя я сделала так как в журнале в принципе а так вот смотрите идея вот как пасхального тортика такая очень даже неплохо на мой взгляд сейчас вот уберу вот этот шоколад который остыл лишний вот эти вот полоски мне честно говоря не нравится но может быть и убрать как-то лопаточка это все или уже не заниматься этим просто кому ну ладно может и не буду заниматься этим просто уберу вот этот вот лишний шоколад который да здесь постекал со всех сторон и все уберу обратно холодильник пустоит и буду сейчас дальше продолжать готовить пока коленька в общем то сам собой занят играет и с мобилем с игрушечками у меня как раз вот есть время немножечко до готовить то что мне нужно было так но покажу общем результат когда уберу это но все к тортик я очистила мне тортика вот эту вот тарелочку слушайте вы знаете смотрится даже достаточно неплохо несмотря на вот эти вот минусы которые у меня вот получились и которые мне не очень нравится но вот просто по идее до должен быть получается коричневый слой белый слой коричневый слой и на коричневый слой прям вот такого же цвета белый шоколад видите немножко обманул рецепт журнале финском журнале я уже не первый раз таким сталкиваюсь я вы знаете много рецептов часто готовлю и очень часто бывают рецепты что готовишь они вот так вот не получаются не знаю может быть все таки это зависит от ингредиентов разной стране там качество продуктов разное тоже и там иногда может ошибиться перемешать не до мешать и так далее но здесь просто вот этот шоколад который растаял то есть там вообще предельно все просто было сливки подогреваешь сливки кладешь шоколад и столовую ложку сливочного масла все это перемешиваешь до растворения и заливаешь на торт все и как здесь ошибиться я могла я вот просто не понимаю ну ладно не буду я уж так сильно переживать в принципе очень даже оригинально получилось неплохо учитывая что пасха у нас так что да наверное даже очень неплохо как вы думаете девчонки напишите может быть я реально вам не какой-то перфекционист я очень сильно к себе придираюсь просто я же одни кулинар какой-то я не изготавливаю всякую выпечку все такое то есть я самоучка я нигде не училась может быть в принципе для самоучки то и неплохо но не знаю сюда как поставила как классная действительно классно смотрится и даже какое-то вот настроение в этом плане мне появилась ладно буду готовить дальше сейчас наверное что я буду делать нужно подумать что я буду делать так девочки буду чистить картофель картофель варить буду в мультиварке может несколько раз варили это очень удобно потому что мы сегодня поедем в аэропорт встречать нашего гостя в это время перед отъездом мы включим картошку отложенный режим возможно даже то что в течение часа даже меньше по моему она варится и приедем а картошечка будет сваренная нам останется только выключить и тут же сделать пюре то есть это очень удобно вы знаете начистила немного картошки то которая была покрупнее я ее сейчас разрезала на две части солю в данный момент сразу же сделаю посолю залила холодной холодной водичкой так думаю две таких нормально или может чуть-чуть больше чуть-чуть совсем чуть-чуть маленькую капельку это даже не чайная ложка девчонки даже еще меньше решила много сильно не делать потому что во первых у меня миша не очень любит такое пюре которое уже не совсем свежие да и я тоже поэтому лучше например если мы завтра захотим еще пюре то мне кажется лучше всего еще небольшую порцию почистить она точно также быстро приготовиться мы сейчас залезла сюда вот в шкаф где у меня хранится посуда нужно выбрать тарелку для рыбки так может быть вот эту взять хватит ее наверное или побольше даже вот не знаю сейчас еще посмотрю вот есть побольше но не такая глубокая как первые эти кстати тарелочки мне тетя моя дарила тетя жанам привет тебе зная смотришь классные честно очень очень классно я их прям вообще обожаю часто очень часто использую для салатов и вот как сейчас рыбку буду выкладывать наверное все таки побольше возьму потому что там рыбеха прям большая смотрите какая рыбешка боже мой как она обалденно пахнет у меня просто текут слюнки сейчас и девчонки конечно не смогу камеру держать вот это все делать поэтому ну просто же сниму шкуру шкурку вот это все выложу уже кусочками покажу мой результат нужно еще конечно взять перчатки потому что с рыбой я всегда работаю только в перчатках смотрите это так вкусно девчонки это просто у меня слюни текут от ароматов от всего сейчас возьму пленочку и все пленкой укрою то есть потом мне не нужно будет делать ничего просто достать и пленочку убрать ну когда на стол будем накрывать все сейчас займусь этим и уберу в холодильник буду готовить сейчас наверное знаете бутерброды с красной икрой но сделаю их типу как закуска то есть я наверное на маленькие квадратики порежу вот этот хлеб так отвлеклась порежу хлеб на маленькие квадратики сверху масло сливочное и конечно же потом икра и сделаю наверное такую вот небольшую тарелочку вот в этой штурке буду подавать думаю на вполне вполне хватит потому что нас всего будет трое и не нужно очень много наготавливать то что есть у меня такая я считаю плоховатая привычка готовить большими порциями много и все в этом роде поэтому я сегодня всего лучше сделать по чуть-чуть все хлебушек порезала такими будут будет хлебушек небольшими квадратиками намазала маслом и сейчас буду конечно же сверху намазывать икрой вот что у меня получается вы знаете мне очень нравится особенно вот до для подачи на стол именно маленький маленький такой размер это ну вот просто супер мне кажется это намного лучше чем если бы их но они вот такого например даже до размера были сейчас сюда делаю бутерброда я уже приготовила миша нарезал только что колбаску сейчас овощи помыли и миша помыл овощи я буду нарезать овощной салатик я его нарежу но заправлять не буду мы уже вот-вот будем выезжать буквально мне кажется через полчасика поэтому быстренько на крышу как вы видите здесь белокочаная капуста огурец перья зеленого лука и еще помидоры будут несколько штучек помидоров ну наверное сделаю небольшую тарелочку потому что лучше завтра например докрышить свежий салат то есть сделать нарезать свежий салат но мне так кажется все буду делать салатик лук зеленый нарезала и все остальное тоже нарезала все в общем произвольно ничего такого здесь сложного нет заправлять буду сметаны и чуть-чуть посолю все я сейчас иду уже собираться пленочкой накрою тарелочку и потом уже доготовлю потом уже покажу вообще какой стол у нас в итоге получится всего стол у нас уже накрыт смотрите это пюре с говядиной по-фински все остальное то что я готовила я вам показывала вот помидорки и рыбка а знаете кто у нас гостях знаете угадайте вы можете увидеть ну все все дорогие мои будем а вот мы еще свечи зажгли и у нас в общем будет такой поздний поздний до романтический ужин будем все кушать я с вами прощаюсь и увидимся с вами я думаю очень-очень скоро пока пока пока